что дорогие друзья продолжим наше небольшое путешествие раз идем по старому городу точнее за стеной вдоль стены старого города вот я продолжаю движению в сторону гефсиманского сада и гробницы праматери вот потихонечку двигаюсь в эту сторону здесь стоит очень много автобусов это вот раскопки старого города там есть экскурсии вот позади мечеть аякса немножко надо мне пешочком пройтись ну вы слышите что в мечети там возносится там всякие молитвы речи и тому подобное вот видите археологи занимаются раскопками это иерусалимское кладбище которое многие известные люди богатые люди не богатые люди но многие хотят быть похоронены здесь они так думают что когда когда они как вам сказать когда придет мессия у евреев по преданию так когда придет мессия он их как бы вам сказать он первых их заберет потому что они похоронены вблизи иерусалима вот видите какие древние места здесь столько веков здесь хоронятся люди вот но я думаю что вам тоже будет интересно со мной прогуляться и посмотреть видите просто шикарнейший вид открывается сюда сейчас подойдем по ступенечкам спустимся да сколько людей здесь похоронено огромное количество возле кладбища люди там живут а это задняя стена мечети аякса не знаю когда эта война успокоится когда люди перестанут между собой враждовать убивать уничтожать когда она на земле наступит мир спокойствие богополучие вот с этой стороны посмотрите видите вот там еще это гробницы здесь проходили захоронения вот там находится православная русская православная церковь на горе видите золотые купола где можно как говорится пройтись ну и оливковое дерево давно хотел сюда сходить давно хотел посетить эти места вот я понимаю что пешочком ходить ну сегодня такая еще погода не сильно жарко сегодня меня господь во всем богословляет никаких проблем по дороге нет у меня я могу ходить снимать есть на стене плача был и и храме гроба господнего был вот сейчас гробницу про матери посещу вот вообще все будет слава богу хорошо я уже 10 тысяч шагов находил представляете хочешь не хочешь а ты накручиваешь здесь расстояние а и 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 пешком ходят даже не верится вот ты ходишь по всем этим местам и все связаны с богом все связаны со всевышним и господь всех нас любит и богословляет а ну заодно вам покажу как в реальности все здесь выглядит потому что с одной стороны сюда приезжают туристы огромное количество туристов вот и туриста высадили они по красивым местам походили красивые места посмотрели как бы все прекрасно все чудесно вот ты показываешь как бы в реальности как дела на самом деле обстоят самое главное что я заметил что вот эти все места они очень пусть простые понимаете здесь нет никакого-то пафоса ничего то есть ты заходишь храм гроба господнего не то что там какие-то золотые храмы выстроенные все такое а все так достаточно скромно вот реставрируют периодически постоянно все эти места вот ну вот я повернул сейчас вот здесь недалеко будет церковь гробница будет праматери марии и будет как вам сказать гефсиманский сад если не ошибаюсь вот она на вот в этой в этой части я давно давно здесь не был очень давно это первые два раза когда приехал сюда вот я там был здесь совсем недалеко гефсиманский сад здесь пробка они она закрыта вот эта церковь закрыта вот здесь захоронена праматерь иисуса христа вот к сожалению она закрыта ну здравствуйте еще дорогие друзья хочу вам показать гефсиманский сад вот эти оливки они видели иисуса христа вот я хочу вам их показать чтобы вы поняли что это означает вот эти они вот эти оливки видели иисуса христа шекелей вот эти оливки видели иисуса христа шекелей здравствуйте дорогие друзья я сейчас вот обращаюсь в тик токи подписчикам и показать им гефсиманский сад это гефсиманский сад который видел иисуса христа здесь уже натуральный бизнес идет каждый на каждом шагу тебя предлагает завести наверх показать этот вид и тому подобное но чтобы заработать на тебе деньги вот но я купил всякие там крестики всякое такое вот такие вещи купил для того чтобы видеть какой-то мужик сначала говорит нельзя проходить потом говорит можно я говорю у меня есть друзья которые ни разу этого не видели ни разу этого не видели и я хочу им показать как он говорит ладно уже проходи говорит есть совсем древние оливки их тут поддерживают камнями там присматривают за ними как то вот у меня такое знаете чувство сохраняется что я сейчас там купил всякие они мне надавали всяких подарков вот и я потратил деньги у меня такое чувство что они меня обманули вот не знаю на самом деле это так или не так но посмотрим если они где-то что-то делают перед богом плохие вещи бог как говорится сам знает как с ними поступить ну вот чтобы видите здесь на велосипеде запрещено с собаками запрещено с оружием запрещено кушать запрещено курить запрещено а видео и фотографировать не запрещено а цветы запрещено рвать еще вот вот не пытались у нас тут у нас тут видите с другой стороны подхожу сюда раньше здесь под каждым деревом стояла табличка и было написано кто прикасался к этим к оливковым деревьям вот это были и папа павел второй туда туда вот видите юлия пиан я там вот видите юлия Гипсиманский сад, где Иисус плакал в завалок Отцу Небесного. Здесь видео людей, которые приходили сюда, совершали молитву и каялись перед Богом. Давайте зайдем сюда. Видите, храм в Гипсиманском саду. Никого нет. Мозаика. Иисус Христос с учениками. Видите, совершает молитву. Давайте вам тоже обверху покажу, чтобы вы видели. Это орган. Идти сюда, здесь посидеть. Просто посидеть. Иисус Христос с учениками. Иисус Христос с учениками. Теперь Holz. Иисус Христос с ученики, по ним будет весь Commerce тому предоставлено 수 сюда в кепке зашел боров нельзя заходить у меня в одной руке камера во второй телефон я все это снимаю для вас хочу посидеть здесь ну так друзья последнее место которое я хочу сегодня посетить это гробница праматери иисуса христа если честно я сегодня много находился вверх и вниз киса господи благослови видите какой храм если честно там снимать нельзя не фотографировать не видео ничего снимать нельзя это мне как бы большим чудом повезло что я там сверху все это дело снял и тихенько как говорится смылка ну что пойдем по направлению к дому потихонечку полегонечку мы пойдем что иерусалим что хайфа сплошные горы ладно до следующего включения пока 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 а